Всем привет! Вы на канале Билибоб. Сегодня на распаковке новые посылки с сайта Алиэкспресс. Здесь 7 посылок, которые мы как всегда распакуем и по возможности протестируем. Ну и конечно по традиции будет еженедельный конкурс на 5 баксов для подписчиков моего канала. Условия конкурса в конце видео. Начнем с посылки за 27 рублей 99 копеек. Ну можно сказать за 28 рублей. Здесь товар очень дешевый, но на мой взгляд очень нужный. Причем абсолютно всем. Это у нас вот такие вот маленькие крючочки. А нужны они для того, чтобы в сумке вешать на эти крючки ключи. Ну или что-то в этом духе, какие брелочки можно повесить для красоты. Ну в принципе это для ключей. У меня только брелок есть под рукой. Выглядит это примерно вот так. Вешается на какой-нибудь карман внутренний. И сюда мы подвешиваем ключи. Ключки сделаны из хорошего материала. И как я понимаю, этот крючок будет висеть постоянно на ключах именно. А не в сумке. Потому что смотрите, вот это вот крепление, где у нас крепятся ключи, куда вешаются. Здесь сделано таким с минимальным зазором, чтобы и вставить ключи было проблематично, да, колечко. И достать. Ну чтобы прям туго-туго все это было. А вот здесь вот, где на карман одевается этот крючок, здесь уже сделано основание с таким изгибом. Ну и здесь как-то потоньше материал получился. Вещь нужная и стоит недорого. Следующая посылка за 62 рубля. 13 копеек. Посмотрим, что здесь. А здесь у нас наклейки. Это очередные наклейки, которые попросила купить дочка. Здесь наклейки в виде растений всевозможных домашних. О, здесь много-много, смотрите, кактусов. Ну, в основном это и есть кактусы, но еще какие-то другие, в принципе, растения попадаются. О, даже алоэ есть. Ну, вот эти наклейки, кстати, неплохо сделаны. До этого наклейки мне, ну, подобные приехали, типа там сакуры было, что-то в этом роде, какое-то растение. Они выглядели не очень красиво, не очень прикольно. А вот здесь, смотрите, мне гораздо больше нравится, во-первых, сам принт. Правда, хороший, качественный, яркий, ну, приятно посмотреть. Ну, и аккуратненько все это вырезано, хотя бы это, правда, похоже на какие-то вот отдельные наклейки. А там что-то было несуразное, какие-то кусочки, как-то все нарезано, как-то криво. Ну, а здесь вот приятно все-таки посмотреть. Ценник, конечно, не маленький, но, в принципе, сделан качественно. Посылка за 123 рубля 57 копеек. Смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас крепление для телефона. Крепление это крепится на штатив. Ух ты, смотрите, здесь даже с двух сторон есть как бы у нас резьба для крепления. Телефончик сюда 6-дюймовый поместится 100%. Я брал, в принципе, для своего телефона. Ну, и экшн-камера тоже сюда поместится. Ну, неплохой такой. Посмотрим, конечно, как он себя покажет в эксплуатации. Здесь у нас крепеж, вот смотрите, вот так вот. Настраиваем, как нам удобно. И уже фиксируем. Ну, фиксатор, скажем прямо, не очень. Смотрите, чуть-чуть его даже повело, и все, он раскручивается. О, можно даже вот так вот. О, здесь еще одна резьба есть. Ну, вот такой вот крепеж у меня есть без этой стойки. Так что можно даже скомбинировать. Если вот это сломается, можно мой другой поставить. Вот такой вот отдельный, в принципе, продается. Если ссылочку смогу найти, то я оставлю вот на такой еще отдельный. Вдруг кому пригодится. Ну, так, конечно, за 123 рубля, если честно, дорого. Честно, дорого, потому что цена, в принципе, таких крепежей 60 рублей. А вот эта вот стойка, она вообще бесполезная. Она достаточно такая хлипкая. И она, ну, честно, не особо нужна. И если и будет нужна, то в каких-то редких случаях. Поэтому, ну, не знаю, проще, по-моему, купить вот такую вот отдельную держалку. И она достаточно практична и так. Так что не буду, честно, рекомендовать. Но если кому-то нужна, ссылочка в описании. Посылка за 71 рубль 68 копеек. Чувствую, там внутри уплотнитель. Хорошо что-то запакованное. Посмотрим. Ну-ка. О, здесь у нас вот такой вот провод. Мы упаковали, правда, очень хорошо. Да и здесь вот пакетик такой. Здорово. За такие небольшие деньги. Это у нас, ну, провод для того, чтобы вшить его куда-нибудь в рюкзак, в сумку, да куда угодно. Если у вас нет денег на дорогой какой-нибудь рюкзак или сумку, где есть USB. Вот такой вот выход и, ну, провод для пауэрбанка. Чтобы в сумку бросили пауэрбанк, подключили вот этот провод. А вот этот выход обычно, ну, он как бы снаружи где-нибудь вшит. И при необходимости вам не надо лезть куда-то в сумку. Прямо сюда втыкаем провод, втыкаем в телефон и идем спокойно заряжаем. Я эту штуку заказал для своего нового увлечения. Если кто-то еще не знает, я делаю изделия из кожи. Для этого есть специальный канал. Я снимаю на эту тему видео. Ссылочка на этот канал в описании. Заходите, смотрите. Я буду всех очень рад видеть. Ну, и в дальнейшем собираюсь сделать себе небольшую сумку, а может быть, даже сделаю рюкзак здоровенный из натуральной кожи. Ну, и вот эту вот штуку я туда вошью. Потому что, ну, как, если у вас что-то из кожи, должно быть, ну, все прям по красоте. Если там будет еще USB вот такой вот разъем, ну, будет очень здорово. Ну, а если вам просто нужен такой разъемчик, то вот за 70 рублей можно такой приобрести и аккуратненько его себе куда-нибудь вшить в сумку. Ну, не себе, а в смысле в свою сумку. И у вас будет просто уже модный, дорогущий, так сказать, такой рюкзак или сумка. Ну, реально, вещь нужная и полезная. Следующая посылка за 43 рубля. И здесь находится товар, который у меня в последнее время в видео очень часто появляется. Это ручка. То какие-нибудь маленькие, то еще какие-нибудь со стилусами, то подставки. А здесь приехала вот такая вот красивая ручка. Ну-ка. Пишет она. Здесь вставлен шариковый стержень. Синий чернила. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Я колечко потерял. Ну, ладненько, сейчас я его найду. Это не беда. Вот, давайте посмотрим, что здесь за стержень. О, ну, здесь стержень уже металлический. Этот стержень уже подороже стоит. До этого ручки приехали тоже такие металлические. Но там стержень обыкновенный. Здесь уже ручка действительно прям подороже. Ну, в принципе, даже за 43 рубля, но у нас в магазинах таких цен нет. Выглядит она здорово. Никто даже не подумает, что она стоит, в принципе, 43 рубля. Ну, и вот колечко я, конечно, потерял. Ну, и даже без колечка она смотрится достаточно прикольно. Но с колечком будет круче. Так, колечко я сейчас найду. Не буду сейчас лазить. Вот, ну, прям здорово. И весит, знаете, она такая увесистая прям. Ну, приятно держать в руке. Особенно, кто в офисе работает, наверняка любит хорошие ручки. И вот за 43 рубля я вот могу вам рекомендовать такую ручку, потому что, ну, мне она лично нравится. Я, правда, в офисе не работаю, но мне самому реально приятно. Я вот держу эту ручку, и мне приятно ее держать в руке, ей писать. Здорово. Здорово. Прямо ручка меня реально очень прям порадовала. Предпоследняя посылка на сегодня за 94 рубля 21 копейку. И здесь у нас, и здесь у нас фильтры. Я, если честно, в этом деле не разбираюсь. У меня жена иногда просто занимается фотографией, ну, как бы для души просто фотографирует что-нибудь. Честно, не знаю, что про них рассказать. Фильтры как фильтры. Вот здесь на одном даже какая-то, я так понимаю, пленочка наклеена. Возможно, и на всех наклеены, или это такой просто один некачественный. Ну, я надеюсь, вам видно. Но честно, не знаю. Не знаю, вот кто занимается, кто понимает. Напишите мне, нормальные это фильтры или нет. Я даже не знаю, сколько здесь штук. Но здесь реально их много. Давайте быстренько посчитаем. 20 здесь фильтров. Они очень-очень тоненькие. Их прям реально тяжело как-то даже посчитать. Кстати, пока тут читал, заметил, что, смотрите, с другой стороны, здесь тоже есть какие-то пузырьки. Ну, то есть пленка наклеена. Я так понимаю, что можно ее отсюда снять. Вот здесь вот есть с краю даже кусочек пленки. Можно... О! Да, действительно, пленочку можно снять. И это все становится такое блестящее. Ну, я не знаю, честно, не разбираюсь. Напишите, пожалуйста, кто в этом разбирается. Нормальные эти фильтры, ненормальные. Купили бы вы такие или нет. Я надеюсь, что вы мне поможете понять, хороший товар я купил или нет. Ну, и последняя посылка на сегодня. За 91 рубль 48 копеек. Здесь товар, если честно, такой достаточно бредовый. Так, здесь у нас, ну, бумажка. Поставьте 5 звезд, ну, и так далее. К сожалению, я чуть-чуть ее разрезал. Но главное, что это все-таки не 2 бакса настоящие были. Так что ничего страшного. И здесь у нас находится 50 игральных кубиков. Я думал, что они будут, если честно, побольше. Даже когда посылка приехала, я долго не мог понять, что там находится. Потому что нащупать сложно было, что там что-то такое маленькое. Хорошо так скрутили, что по ощущениям было что-то такое на браслет больше для выживания, похоже, если честно. Ну, а здесь вот такие вот кубики оказались. Они очень реально маленькие. Но сделаны, в принципе, достаточно неплохо. Ими можно действительно играть. То есть я с ребенком просто периодически играю во всякие игры настольные. Ну, хотя бы стараюсь этому уделять время, чтобы с ребенком чуть поиграть. Ну, и кубики это такой расходник, который вечно теряется. Ну, кто играл хоть раз в настольные игры, тот наверняка знает, что теряются кубики очень-очень быстро. Можно, конечно, сделать из пластилина кубик и заморозить его, и с ним чуть-чуть поиграть. Но это все-таки ерунда. Лучше вот такие вот заказать. Пусть они и маленькие, но зато их здесь 50 штук. И можно их терять сколько угодно. На сегодня это все. Все ссылки, как всегда, будут в описании. Но если вы хотите принять участие в конкурсе на 5 баксов, вам надо быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Итоги конкурса я подведу через неделю на своем втором канале и в группе ВК. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok